Меня зовут Максим Недощак, я основатель Дэмплеем Скорстар, один из основателей, а это техника для буржей Фрикс специально. Я очень часто делаю на турнирах, потому что она очень хорошо контрится. То есть, как только я буду счищать мою ногу с позиции Ашигарами, я буду мгновенно заходить на вторую ногу на позицию 4.11. Сейчас я продемонстрирую. То есть, как можно начать? Ногу вперед. Как только я почувствую его ножку, я заведу свой футбол внутрь. Я заведу, напрягу свой футбол, сделаю движение с помощью своей руки. Локоть я буду прижимать, нога будет по чампу, делайте ему роллы всякие. Для этого не все время прижатый локоть. Дальше я с помощью руки подъеду к его ножке. Буду держать голову внутри, подниму свое плечо вверх. Мои коленки я разведу. Левая нога будет поверх микроночной мышцы. Левая рука пойдет на лево-коленный сустав, локоть будет смотреть вниз. Я пойду на свой левый бок. Далее нога будет скользить по моей голени, я перейду в позицию Ашигарами. Моя стопа будет находиться в сторону, чтобы был более сильный контроль. Если только перекину ножку, здесь будут всякие болевые, то и холты и так далее. То есть, для этого я держу ножку ровно на дозу. Левым своим футбол буду цеплять все время его таз и бедро. И вытяну свой таз максимально вверх. То есть, здесь есть выход. То есть, как только начинаю ощущать мою ногу, я поставлю свою правую стопу громады, чтобы поднять свой таз. То есть, он не должен перейти через левую коленку. Но он все время будет торчать. То есть, не должен таз перейти через левую коленку. Все это время я буду своей рукой толкать в его бедро. То есть, у меня нужен контроль стопы. Я поднимаю свой таз, чтобы летать своим хуком. И рука будет толкать все время бедро. Далее, я сделаю движение с помощью таза. То есть, у меня здесь упор. Я сделаю движение вверх. Выведу его с баланса, поставив свои ручки на маты. И левая рука сделает движение под мое бедро. Вот сюда. Все это время мой хук будет вязать. После этого я могу использовать руку, которая уже находится под ногой. Либо просто я вытащу свою руку и засуну под его бедро. Далее, хуком буду вязать. И сделаю движение от себя. Я в своих хуках продолжаю вязать. Ножку только расслаблю, у меня переграет ногой. Но все это время я вяжу его бедро. Далее, я подтяну свою ножку. Законтролю его икроножную мышцу. Сделаю движение своим локтем по его носку. Доведу свой таз до перебедикулярности. Прижму его пяточку. Делаю движение первое в тазу. И растяну его ножку в цепет. То есть, все движение в каенце. Вставлю и скручу ему колено. Давайте еще раз сделаю побыстрее. Очень хорошо работает в схватках. Обманные движения. люди начинают контрить только одну сторону, вы атакуете вторую. То есть то же самое, вы можете чередовать одну ногу, вторую ногу, опять туда же, и в итоге вы строите всем пятки, и всем будет... Честное слово.